Приветствую, мои уважаемые зрители! Мы с вами находимся в Кавернинском районе Нижегородской области, в 122 километрах от Нижнего Новгорода. И сегодня мы посетим деревню с очень интересным названием, интересным и простым. Конев. Вот такое простое, незамысловатое имя носит следующая деревня. Она располагается на трассе Семенов-Кавернино. Сколько раз я проезжал по этой трассе мимо, и вот решил, а почему бы и не заехать в эту деревеньку. Свернув с трассы, мы попадаем вот на такую живописную дорогу. И здесь лежит неплохо сохранившийся советский асфальт. Какая красота! Птички поют. Чистый сосновый воздух. Деревня мне уже начинает нравиться, хотя я ее еще и не видел. Небольшой живописный пруд находится рядом с дорогой. Скорее всего, он выполняет роль пожарного водоема. Несколько сотен метров отделяет деревню от большой дороги. И машины здесь, конечно, слышны. Но ездят они здесь не так и часто. По деревне идет сухая песчаная дорога. Асфальта здесь нет. Но чувствуется, что деревня сухая. Скорее всего, можно проехать в любую погоду. При условии, конечно, что дороги будут чистить зимой. Итак, первый домик, который нам попадается. Смотрите, какой грандиозный. На пять окон, пяти стенок и большая светелка. Казалось бы, в этом доме ничего примечательного нет. Но все равно он смотрится так вот шедеврально, что ли. Вот такой немаленький по размерам дом. В этом первом домике на деревне постоянно не живут. Но дачники его точно навещают. Напротив дома, скорее всего, был усад. Но здесь уже давно никто ничего не сажает. Следующий домик чувствуется, что посещается очень часто. В домике установлены новые пластиковые окна. И дом оббили деревянными планками. Но, правда, за домом мы видим, на месте усада растут молодые березки, которым лет по 20-30. Скорее всего, в этом доме тоже проживают дачники. Давайте откроем карты Александра Ивановича Мэнде середины 19 века. Конев Починок указан как деревня с числом дворов 14. И выше карта как бы обрезается. Это граница Костромской и Нижегородской губерний. Указан Иванов Починок, но он уже относится к Костромской губернии. Посмотрим еще один официальный документ. Статистику от Министерства внутренних дел Российской империи. В списках населенных мест Нижегородской губернии по сведениям 1859 года Починок Конев расположен в Семеновском уезде при колодцах в 43 верстах от уездного города с числом дворов 17, где жили 40 жителей мужского пола и 46 жителей женского пола. Следующий дом под номером 2, где стоит раритетный Волга ГАЗ-24 2410, если быть точнее. И такой же старинный дом. Точнее дом даже старше, чем машина. И у этого дома очень давно развалился двор. Да, вот так вот посмотришь, абстрагируешься от 21 века и как будто бы попал в прошлый 20 век. Вот. Ну, разве что номер на автомобиле современный. Вот так. Картинка из прошлого. Участок здесь покошен. Все смотрится аккуратно. Ну, за исключением, конечно, двора и вот какой-то давно развалившейся постройки. Так красиво. Следующий дом выделяется на фоне стальных цветом своей крыши. Крыша выполнена из металла и покрашена таким голубым цветом, как небо. А дом по левую сторону забросили уже очень-очень давно. Крыша у него как решето. Ну, я удивляюсь, как сруб еще остался стоять. и дерево, которое давно высохло. Ему более сотни лет. По данным 1916 года, дореволюционным сведениям, в деревне жило уже 172 жителя. Сколько живет сейчас, мне неизвестно. Хотя деревня находится в нескольких сотнях метров от оживленной трассы. Вот этот вот дом очень необычен. У него по три окна с каждой стороны. И в середине крылечко. Окна выполнены высоко над землей, а не маленького размера. Что здесь было? Живой дом или, может быть, начальная школа? Мне неизвестно. Наличники самые простые. Дом со счастливым номером 7 судя по всему пустует. и можно обратить внимание на эти легендарные кавернинские камни. Смотрите, они выполняют роль фундамента. Естественный фундамент и, как показала практика, очень крепкий. Единственное, тяжелый. Вот, представляете, вот такой камень приволочь сюда и подложить. Весит как минимум тонну большой. Ну, я думаю, несколько человек закидывали на подводу и лошадь дальше уже везла. И при входе установлен также вот такой немаленький по размерам камень. И рядом находится вот такой ребристый очень редкий камень. Он, скорее всего, в виде украшения здесь лежит. Домик напротив, смотрите, какой красивый. Раскрашен в яркие цвета, отреставрирован. Установлены новые окна и табличка, где указан номер дома, название деревни и фамилии жителя. Не часто сейчас такое встретить можно. Красивый домик. Домик большой по размерам. И он явно старинный и просто отреставрирован. Оббит доской. И огромная светелка. Светелка на два окошечка. Там целая комната. Следующий домик также старинный, но меньших размеров. На три окошечка и светелка на дно. Но смотрится еще пока добротно. Дом с номером шесть. и интересные индивидуальные наличники. Житель этой деревни Баконин Александр Андреевич ушел на фронт Первой мировой войны 1914-18 годов и был ранен. Возможно, кто-то из сторожилов вспомнит эту фамилию. своеобразный стиль просматриваться у этого дома. Вы не подскажете, как правильно деревня называется? Починок Конев. А я что-то все время Конев его называл. Конев Иванов Иванов. А вот до революции там была уже Костромская губерния. все говорили мы уже не помним. я говорю, я просто документы посчитал. Хотя там один километр всего лишь до нее. А уже другая губерния. Вы на границе. А вы не подскажете, тут постоянных жителей сколько живет? А вот вот и вот и 4 дома. Я думал, что больше, потому что трасса рядом. Трасса-то рядом, а домасит гнили, а народ пример молодой от. И что-то нет, кто не едет. Да, ясно. Там дачника, дом есть, хорошие дачники. Ага. Их на инфекционы тоже не видать еще. Да, и больше никого нет. Понятно. Дай странно. Бывает, вот едешь 5 километров по грунтовой дороге, а деревня жилая. А тут асфальт буквально. А мало было много. Вот так давно было много. Примерный домасит. Да. И там дальше-то все-таки. А вот вы, наверное, помните, в каком году его забросили, вот, например? Да, забросили не больно давно. Да? Как не больно давно? Ну, в 10 лет. Да, наверное. Что-то. Он... Ну, как, и уже наследники, никто не приезжал, не ухаживал за домиками, да? Ну, если некому-то... А некому, правда. Да. Если некому, то кто-то нет. Ну, А дочка далеко не... Тоже верно. Никого нет. Жалко. Черт, если не охраняется... Вы так колоритно сидите, я прямо вот сфотографирую вас. Молодцы. Хорошо сиди. Да. А вот сколько вам лет, интересно? Мне? Да. 85? Ну, солидный возраст. А мне 75, хотя бы. 75, это еще молодой. Лёшки-то так что здесь, а? Нет, когда умер-то. Так он умер. Лёшка-то недавно умер. Вовка. Вовку он имеет в виду. Не Вовку, а... Этого... Павла. Славка, Груздев. Ну, так я ему тоже... 55 годов, как он умер. Было. 55 всего лишь? Да. Что ты? Он тоже уж умер. Нет. Нет. У меня сын все говорит, когда вот ходил на кладбище и говорит... Как нужно умирать. И говорит это самое. Там все... Посмотрите, какие старые. А сейчас, я говорю старше. 35 лет, 36 лет. Ну, конечно, все отожжили. Нет, они не очень давно умирали. Павел Ирмолайчук. Он умер. Больно молодой. 49 годов было. Пятерых осталось. Четверо детей. А эти все... Ну, больно-то старых, кто и не умер. У нас вот... Дядя Паша 80 лет. Вот... Ну, Евтюха 79. Нет, 70 был. 70-то чего? А в 79-м году удача. Он 70 лет... 70-то мало тоже. Он сколько вылопал всякого говна. Это вот тут магазин стоял, где эта будочка вот. Вот здесь магазин стоял, да? Да, вот где будка, тут магазин стоял. Вот так вот. Много все равно. У нас было и мужиков много, и народу у нас было очень много. А про Иванов Путинок, он еще больше деревень была. И народу там было больше. По 9-10 человек. Ну, а то теперь никого не осталось. Тамошных... А там вообще никого нет. Тамошных тут. Да, да. Ну, там Таньки, Бараново. Основание деревни неизвестно, но лет 300 назад она основана. Наверное. У меня только вот официальные данные на 1859 год. Мы не помним. Вот староверы. 14 дворов было здесь. Вот они сюда, за вогу ей, лупили все. Староверы. Да, да, староверы. Как говорят, вот так вот крестилось. Так а вот здесь староверов-то немного. Ну, так это и все. А там староверы-то было? На то время, когда селились. Большиньи староверка. Ни загородки-то. Ни генерал. Нет, изначально эти земли 300 лет назад староверы населили. Староверы-староверы. Да, да. Убегали вот туда. Староверы. У нас в деревне староверов, как вот, что мы, я помню, немного. Тетка Степаня. Лена вот староверка, да? Лена была, да, да. И больше не было староверов. Ну, если как Лена староверка, не дай, Господи, так не староверка. Тебе надо идти домой. Смотрят телевизор. Слушай, что уже там программные? И староверы всякие есть. Всякие есть. И староверы всякие есть. Да, да. Я вот узнал недавно, что есть кулугуры. Да. Это вот самые жесткие староверы. То есть, они не дадут воды попить. Слушай, ну, если дадут, то уж у них, как говорили, не дадут. Это вот про кого они, вот про кого они. Кулугуры, самые... Кулугуры у нас еще вешать. Марусь, это вот у Митриева-то. Кошка сидит здесь. Лениныч. Там, говорит, стоит колодец. Даже не увидел. Ага. Кто если подойдет попить? Вот какие староверы? Нет, у нас староверка была. Так там отдельно чашечка стоит. Чтобы у них пили отдельно эту. А не все, ты попьешь, и я. Нет, у них отдельно. Ну, так ведь это все в городе. Там еще парень такой красавец. Как бы вот в починке мы были, так и знали, что вам, а мы не знаем. Да. А вот не подскажете, может, слышали, Бококин Александр Андреевич тут жил раньше. Бококин. Бококин. Бонокин, может. Бонокин. А может и Бонокин, да, может, я неправильно писал. А как же это? Александр Андреевич. Бонокин. Тетка Валентина, а у ней Вовка был, внук. Ну, это внук, а это про Бонокина, это... Он сто лет назад жил. А вот сто лет. Он на войне погиб. На Первой мировой войне. Он погиб, вот была вот эта война. Вот как, кто пел? В 1941? Нет. Вот. Я про старинную войну говорю. Нет, он еще больше. 1914 года, 18-го, Первая мировая война. Может быть, и так. Бонокин. Бонокин. Вот это жители. Тетка Валентина была за Бонокином. Вот правильно. Вот это, наверное, родственник. Может и родственник. Брат, где, тетке Валентина, мужу брат Бонокин. А может, Бонокин. Нет, не должен. В ту войну-то погиб. Это еще погиб. Эта война еще до революции была. Понятно, правильно. Первая мировая война. Сто лет назад. Как вы говорите, как сто лет ему. Ну, он ушел на фронт в 1914 году. До революции. Сто лет назад. До революции. Ну, понятно. Так и есть. Ну, значит, это тетке Валентина, тетке Валентина, мужу, брат Бонокин. Может быть. Или отец. Ухный. Потому что тетка Валентина, вот дети, родители. Но вы тогда еще не родились даже, когда он ушел воевать. Конечно, Сабунокина-то уже жили. И дети у них, ровесники с нами вот. Да, ясно. Такие. Ну, вот, Лампе, это она. Лампе, это вот Вовка ее. Лампе, это она года 23-го, или 5-го, или что-то она вот такая. А эти 38-го, Илюшки 30-го, 40-го, Катя 35-го. У нее все сноморье. Если 30-х годов, то это вот дети, наверное, Да. Да, были, да. Дети уже. Я помню, я вот все помню. Войну, значит, брат этот вот, в военном он был. А это он сделал потом, когда выглядели. Ну, потому что он тоже свалил все ее фотографировали. Это вы имеете в виду вон то дерево старинное, да? Нет, нет, он сюда поближе, вот там, это липа вон старинная. Агородный Валентинник там. Липа старинная, да. Там стоял дерево, а он потом этот сделал сам. У него что, две коровы было и лошадь, или что? Ну, вот уж я не помню, милой. Две коровы и лошадь, это уже считался кулак, распратили. Так вот ее распратили. Слушайте, мы все-то не знаем, все говорили, что он в колхоз не шел. В колхоз не шел. А правильно, он нормально жил, потому что он не лопал, как я все-таки взял. Ну, ладно, в колхоз не шел, звонили. Он и пил, и курил. Тетка нас, рассказывал. Это наш дедушка. Такой был хороший дед наш. Такой, говорит, мужик был замечательный. Ну, так вот, говори, а потом все ровно в колхозе работал. Ну, когда все отобрали-то. Куда все-то забрали? Ехать-то некуда. Я от него не помню. Мне года два, что ли, было он умер? Да нет. Или три? Не помню. Я в школе, нет. Я его не помню. Считай, в школе. В каком он году? Мне было 12 годов, как он умер. Ну, за тебе два. Ну, мне два. Ну, я поэтому не помню. В два года уже ничего не будете помнить. А мне было 12, я хорошо помню. В пять еще можно что-то помнить. Домик номер 11. Крепкий, скромный, стоит. Да, много, конечно, в этой деревне вот таких вот давно заброшенных домов, на которые без слез не взглянешь. Жалко. Ну, есть вот такие вот крепкие домики. Вот очередной домик, который давно забросили. Крыша у него уже провалилась в избу. Табличка болтается. Когда-то был крепкий добротный дом. Окна высоко над землей расположены. Домик номер 15. По правую сторону я вижу фрагмент колодца журавль. Высокий такой, но от него, конечно, мало что осталось. Только лишь воспоминания. И еще один крепкий, но уже заброшенный дом с номером 17. Этому дому тоже около ста лет. На удивление, двор еще сохранился. Следующий дом нас тоже не радует. По фасаду в нем было четыре окна. И вот, смотрите, дом идет в длину. восемь окон там еще можно насчитать. Восемь окон. Огромный был дом. Как давно его забросили, непонятно. Но, наверное, еще в конце советского периода крыша давно провалилась. Бедный дом. самые простые наличники мы видим из тауни. И табличка тоже болтается с номером 19. Скорее всего, вот здесь напротив тоже стоял дом, но его вывезли. еще один дом в руинном состоянии мы видим. И там уже в избе растет березка. И усад весь в молодых березках, которым по 30 лет. Вот. следующий дом нас радует. Дом с номером 23. Новая крыша. Аж две спутниковых тарелки здесь. Но огород у него тоже не обрабатывается. Явно, что здесь живут дачники. Приезжают не так часто. Огромное сухое дерево. И деревня практически кончилась. Не очень большая деревня. Вот этот дом скорее всего на две семьи. Вот он такой большой. Вот здесь указано. Вот на этой табличке мы видим 25 дробь 1. И скорее всего там будет 25 дробь 2. Да, так оно и есть. Домик был на две семьи. таблицей. Окошечки маленькие и расположены высоко над землей. уже ближе уже ближе к крыши. И светелка на два окошечка. Резные элементы есть, но самые простейшие. Напротив этого дома растет гигантская лиственница, которой больше 100 лет. И там ульи здесь живет пчеловод рядом с этим давно заброшенным домом. Смотрите, окна практически на уровне земли. То есть где-то на тревенце он ушел в землю. Дом номер 12. ведь когда-то здесь жили люди и не одно поколение. Но сейчас все заброшено. И похоже крайний дом в этой деревне дом с номером 27. Дом в данный момент закрыт, но он крепкий. Территория более-менее покошена здесь. То есть он посещается дачниками. Ну наверное не так часто. И вот этот заброшенный дом вид с улицы. Вот такой бедный домик. И дальше дорога идет в поле. Но отсюда трудно увидеть поле обрабатывается или заброшено. А после поля идет лес. И на крайней деревне вот такое собрание кавернинских камней. Особенно вот этот камень внушает уважение гигантским и множество мелких. Как они сюда попали неизвестно. Место здесь неплохое. Главное рядом с трассой. домик. Но почему-то деревня полузаброшена оказалась. Как сказали местные жители правильно их деревню называть починок конев а не конев. но думаю тут на меня никто не обидится. Деревня оказалась на удивление полузаброшенной хотя я ожидал здесь большую жизнь увидеть. Она находится всего лишь в нескольких сотнях метров от трассы но вот такой удручающий вид перед нами. Типичная история старики умирают а молодые не хотят сюда ехать на постоянное место жительства. А Волга то оказывается на ходу вон она поехала а я думал просто как памятник стоит. Нет вот так вот. Спасибо вам за ваше внимание за добрые слова но мне не терпится еще посетить соседнюю деревню починок Иванов. Какая жизнь нас там ждет мне неизвестно но находится он всего лишь в одном километре от этой деревни. Всего вам самого доброго.